Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно на канале Интересные Шашки я увидел партию между двумя молдавскими гроссмейстерами Ионом Доской и Мони Норрелем. Ион Доска одержал уверенную победу. Мони Норрель ошибся, перепутал, видимо, варианты, ну и в итоге проиграл партию. Ну, дебют очень интересный и, как оказалось, взрывоопасный, то есть очень много в нем возможных комбинаций. Ну, давайте рассмотрим саму партию и вообще этот дебют. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта, летающая шашка. Белая А3 летит на Б4, черная А8 летит на А3. Дебют с большим преимуществом у белых. Я, честно говоря, сперва подумал вообще, что у белых чуть ли не полувыигранная позиция. Но на самом деле черные могут при желании и мастерстве получить контр-игру. Здесь гроссмейстер Ион Доска надолго задумался, анализировал позицию и все-таки нашел наиболее сильный план. Б5. Ход БЦ5 похуже. То есть здесь преимущества особого у белых не будет. То есть черным лучше всего бить на поле Д4. Теперь у белых есть две возможности. Но если они делают вот такой размен, то черные бьют на поле Ф4. Ну и после перебоев возникает абсолютно равная позиция. Тут компьютерная программа Тоша вообще рекомендует ход ЦБ6. Если же белые бьют не на Е5, а на поле Ц5, то возможно следующее продолжение в этом дебюте. Черным лучше всего сыграть А, Ж5. Ну и теперь на БЦ3 можно упростить позицию ходом Ж, Ф4. А если белые играют Ж, Х4, то надо вылазить на поле Ф4. То есть черные занимают сильное поле Ф4. Тем не менее, тут еще обеим сторонам надо играть аккуратно. Белые играют БЦ3, то есть не дают ФЕ5 из-за простого ЦБ2. И белые попадут в дамки. Естественно, черные так не играют. Они играют Ж, А6. Теперь белые нападают. И черным лучше всего не меняться вот таким образом. Там уже преимущество будет у белых. А лучше всего разменяться на Ж5. Ну и как бы белые не били, допустим, бьют на Е5. Черные тогда играют СБ6. Побили, 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 побили. Теперь тут уже форсированная игра наступает. Ж, Ф2. Черная игра ДЦ7. Белым надо нападать. Черные временно жертвуют шашку и отыгрывают ее. Ну и тут лучше белым лучше всего отдать лишнюю шашку обратно и сыграть ДЕ3. С примерно равной игрой. Если же белые здесь сыграют СД4, то они могут получить позицию значительно хуже. Но здесь уже надо играть ДЦ5, потому что грозило ФЖ3. Теперь белые, черные размениваются на поле Е3. Белым надо играть АБ2. Черные нападают на шашку. Надо отходить. Черные размениваются. Белым надо играть БЦ3. И черные играют АБ6. Теперь у белых единственный ход. СБ2. Все остальное проигрывает. И черные нападают. Ну, такой размен проигрывает. Белым надо временно жертвовать шашку. То есть играют БА3. И затем ЕД2. Теперь черные играют АЖ5. И после хода АЖ3 у черных есть два варианта. Ход ЖХ4 похуже. То есть тут особого преимущества не будет. Белые отойдут. Надо играть БА5. Ну, и белые просто идут в дамки. И белые, и черные. То есть поставили. Поставили. Допустим, отошли. Угроза стояла. Белые играют ДЕ3. Затем ЕД4. И ничья не за горами. Но черные в этой позиции могут сыграть сильнее. Надо играть не ЖХ4, а БА5. Теперь белым надо играть ДЕ3. Единственный ход. Черные нападают. Белым надо отходить. Черные играют БЦ3. Белые ФЕ5. И черные АЖ3. Вроде бы безобидная позиция кажется. Но на самом деле тут белым надо играть осторожно. Единственное, ничья возможно после вот такой жертвы. То есть белые обязаны отдать вторую шашку. Ну и затем шашка Е5 марширует на поле АЖ8. Допустим, такой вариант. Черные ставят дамку. Белые ставят дамку. Ну и угроза размена шашки черных на А5 становится неизбежной. Белые за счет владения большой дорогой достигают ничьей. Если же белые вот в этой позиции жадничали, играли ЕФ6, то эта позиция уже проигранная за белых. Черные играют ЖХ2. И если белые играют ФЖ7, черные ставят дамку. Теперь обратите внимание. Сюда нельзя ставить дамку. Возникает так называемый столбняк по большой дороге. А если белые ставят дамку на Ф8, то она ловится. То есть вроде бы белые бьют две шашки, но возникает оппозиция одна на одну. И черные побеждают. Если же на постановку черными дамки белые отходят, то черные затем играют СД2. Белым надо ставить дамку. Затем черные ставят дамку именно на поле С1. То есть единственный ход снова у белых. Потому что если белые потеряют эту шашку, эта позиция будет окончание проигранное за белых. Надо отходить. Черные снова нападают. Белым снова надо отходить. И черные занимают пункт Д6. Теперь они грозят занять пункт Ф8. Ну и выиграть шашку Ф6. Белым надо играть на Ж7. Теперь черные играют дамкой С1 на поле А6. Ну и позиция белых становится проигранной. То есть если так, уже просто играем сюда и на ход дамкой отдаем, выигрываем. Если же белые отходят на поле Ф8, то просто отходим дамкой на поле Б8. Побили, побили. Надо отходить. Отдаем дамку. Ну и легко выигрываем. Друзья, мы с вами разобрали вариант БЦ5. Но, конечно, наиболее сильный ход Б5. Теперь черным надо играть ФГ5. Белые играют ЖФ4, не давая постановку тычка черными. Ну и в этой позиции есть, в принципе, два варианта. Либо ЖФ6 с дальнейшим разменом ДЕ5, либо более острое продолжение ЖФ4. Мы разберем оба варианта. После ЖФ6, как было в партии Доско-Норрель, белые сыграли СД4. В этой позиции черным надо было размениваться. ДЕ5 с примерно равной игрой. Но Норрель, пресс-мейстер Норрель сыграл ЖФ4, ошибся. Ну и белые просто ждут. БЦ3 уже у белых преимущество тут значительное. Черным здесь надо было меняться. Уже как-то пытаться уравнивать игру. Ну и после нападения играть ФГ5, затем ДЕ5. Ну и вот таким двойным разменом постепенно уравнивать позицию. Конечно, тут преимущество белых неоспоримо, но ничья за черных все-таки достижима. Ну и гроссмейстер Норрель в этой позиции, видимо, перепутал варианты, сыграл ФЕ5 и разменялся. Белые выжидают АБ2. Какие-то призрачные шансы на ничью еще были у черных после размена ДЕ5. Белые бы сыграли ЕФ4. Ну и тут какие-то, я говорю, призрачные шансы были на ничью. Скорее всего, белые бы тут додавили черных. Но в другом варианте черные проиграли еще быстрее. То есть в этой позиции черные сыграли БЦ5. И вон доска напал. Черные закрылись. И белые сыграли БЦ3. Черным куда-то надо ходить. Они сыграли ЦБ4. Ну и белые просто идут в центр. Грозят выиграть шашку Б4. Черные здесь сыграли БЦ5. Белые сыграли ЦД4. То есть уже черным надо жертвовать. Они пожертвовали. Ну и после хода ФЕ7 гроссмейстер Рвун доска точно сыграл ЕФ6. Ну и здесь черные остановили. Часы сдались. Вот так победил гроссмейстер Илон доска гроссмейстера Моню Норреля. А теперь давайте рассмотрим интересные варианты, которые могли возникнуть в партии этих двух гроссмейстеров. То есть еще раз. Сильнейший ход БА5. Черные ФЖ5. Белые ЖФ4. Не дают ставить тычок. И наиболее интересное продолжение ЖФ4. Вот здесь самые взрывоопасные позиции возникают. Белая играет ЦД4. И черные неожиданно играют ДЦ5. Теперь белая играют БЦ3. Выжидают снова. И черные играют ЦБ4. Теперь в этой позиции лучшее продолжение за белых ФЖ3. Ход ДЕ5 не дает преимущества, потому что черные неожиданным разменом, вот таким, практически уравнивают позицию. Тут у черных, у белых особого преимущества нет. То есть ход, допустим, АБ2 здесь уже практически проигрывает. То есть черные меняются неожиданно. И выясняется, что у белых нет хороших ходов вообще в принципе. То есть ход ЦД4 невозможен из-за БЦ3. Черные попадут в дамки, как бы белые не били на поле А1. То есть такой ход невозможен. Ход ФЕ5 невозможен из-за ЦД4. Черные останутся с лишней шашкой. А если как-то играть АЖ3, то черные просто выжидают ЖФ6. Ну, все равно надо играть ЦД4. И теперь черные в этой позиции... Так, друзья, прошу прощения. ЦД4 снова невозможен из-за БЦ3. Надо размениваться. И теперь черные играют ЕД6. И снова остаются с лишней шашкой. То есть ход АБ2 уже проигрывает. После ФЖ3... Черные играют ЖФ6. Ну и теперь возможны два варианта. ЖФ4 и ФЕ5. Если ФЕ5, то черные играют ФЖ7. Ну и, допустим, на ход ЖФ2 временно выигрывают шашку. Белые ее отыгрывают. Ну, позиция тут упрощается. То есть, прошу прощения, бьют сюда именно. Ну и тут можно и ЦБ6 сыграть, и Б7. То есть, тут практически равная позиция. Если же в этой позиции белые не играют ФЕ5, а играют ЖФ4, то черные снова неожиданно размениваются БЦ5. Теперь, друзья, белым надо играть ФЖ5. Единственный ход. Ход АБ2 здесь уже плох. Потому что черные здесь размениваются, ФЖ5. Но обратите внимание, снова ход СД4 невозможен из-за БЦ3. ФЕ5 невозможен снова из-за СД4. Здесь возможны два хода. Либо АЖ3, либо ЖФ2. Если АЖ3 играют белые, то черные играют СД4. То есть, если в эту сторону бить, то черные остаются с лишней шашкой. То есть, а если бить в другую сторону, допустим, в эту сторону, тогда черные подрывают пункт С1 и проходят дамки. Эта позиция выиграна за черных. Если же белые здесь играют ЖФ2, то черные проводят вот такой удар. Бьют на Д6. И подрывают уже пункт Е3. С легко выигранным окончанием. В этой позиции, то есть, мы разобрали. АБ2 проигрывает. Надо меняться ФЖ5. АЖ3 также очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу. Попытаться найти комбинацию за черных. Она неожиданная и малозаметная. Черные играют СБ6. Побили, побили, побили. И теперь черные добираются, наконец-таки, до пункта С1. И проводят вот такую комбинацию. Здесь еще не так просто выиграть за черных. Но если белая играют, допустим, АБ4, мы просто отрезаем белых. Вот таким образом. Прошу прощения, сперва сюда пойдем. Ну и легко выигрываем. То есть, на АБ2 просто отрезаем по двойнику. Вот эти шашки. Они никогда не пройдут дамки. Самое сильнейшее продолжение здесь за белых СД4. Теперь черные отсекают все-таки вот эти шашки по косяку. Белые играют ДЦ5. Все еще надеются на ничью. Надо играть ДЦ7. Ну и здесь белые вроде бы достигают ничей. Жертвуют шашку и нападают. Вроде бы кажется ничья неизбежна, но черные очень красиво выигрывают этюдно. Можете также поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за черных. Я, честно говоря, когда разбирал эту позицию на компьютерной программе, пытался сам найти, так и не смог найти, друзья. Очень красивый этюдный выигрыш. Черные неожиданно играют ДЦ7. Белые бьют. Теперь черные неожиданно играют ДЦ5. Белые бьют. И черные делают тихий ход дамкой на Д8. То есть грозят поймать дамку белых. Вроде бы кажется еще ничья возможна после хода ЖФ2. Но черные неожиданно отдают шашку и бьют дамкой по большой дороге. И выясняется, что дамка черных побеждает против трех шашек белых. То есть мы будем курсировать по полям С3 и Х8. И белые никак не могут здесь достичь ничьей. Вот такой красивый выигрыш. Ну а теперь, друзья, рассмотрим основной вариант. Белые все-таки меняются на Ж5. И черные проводят вот такой неожиданный размен. Белым лучше всего здесь разменяться вот таким образом. То есть побили. Побили именно на С3. Белые грозят выиграть шашку. Поэтому черным надо делать присоску АБ2. Теперь белым надо бить на Ф4. И черные бьют на Д4. Ну и тут для уравнения белым надо проводить комбинацию. Иначе у них плохо будет. ХЖ5, ХЖ3. Побили. Побили. Надо отходить. ДЕ5. Ну и ничья неизбежно. Обе стороны постепенно проходят в дамке. Ну, в принципе, в этой позиции еще белые могут и не играть СД4. Они могут подождать АБ2. Теперь черная игра от ДЕ5. У белых единственный ход. ХЖ3. Черная игра от ФЖ7. Ну и белые размениваются назад. Грозят выиграть шашку. Поэтому черным надо играть ФЕ5. Ну и теперь белые проводят комбинацию. Отдали две. Затем еще две. Ну и в какую бы сторону белые не побили. Допустим сюда. Ничья неизбежна. А теперь, друзья, напоследок рассмотрим теоретические варианты. БА5, ФЖ5, ЖФ4, ЖФ6. СД4. Ну и тут обычно в партиях мастеров черные разменивались с ДЕ5. Побили, побили. Белые бьют на Д4. Черные играют ФЖ7. Белые бьют. Черные бьют на Д6. Белые играют АБ2. Ну и у черных есть два варианта. Либо играть АБ6, либо сразу же ДЕ5. Если черные играют ДЕ5, белым надо закрываться. Ну и теперь у черных тоже есть два варианта. Либо АБ6, либо меняться сразу же. Если черные играют АБ6, то белые могут также выбирать либо ход ЕФ4, либо ФЖ3. Если белые играют ФЖ3, ну естественно сюда бить нельзя. Потому что белые проведут комбинацию. Получат позицию с преимуществом. Поэтому черным надо бить на поле Ж3. Белые бьют на Х4. Черные играют ЖФ4. Стояла угроза. Белые играют теперь ЖФ2. Черные играют ДЦ7. И белые вот таким макаром размениваются. Ну и теперь черные меняются назад. И партия скорее всего закончится ничьей. Если после ДЕ5, ВЦ3 черные играют АБ6, белые тут могут не только вот таким образом размениваться, но и сыграть ФЖ3. Черным здесь надо меняться на поле Ф4. Обязательный ход. Теперь белые играют ЖФ2. Надо играть ДЦ7. Белые нападают. Черные размениваются. Белые играют ЕФ2. Черные играют СД6. Ну и после нападения возникает сложный эндшпиль. БА5. Белые бьют. Черные бьют. Белые бьют на Д8. Ну и черные могут поставить любую сторону. Наверное, логичнее поставить дамку на поле Ж1. Равный эндшпиль. Друзья, в этой позиции мы рассмотрели ход черных ДЕ5. Ну, после АБ6, в принципе, все к тому же сводится. Белые, допустим, играют БЦ3. Черные играют ДЕ5. Ну и все равно возникают уже рассмотренные нами варианты. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели очень красивые комбинационные варианты. Этюдный выигрыш. Очень сложный дебют. Но, друзья, возможно, контр-игра за черных. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Поддержите мое творчество. До свидания, друзья. Еще увидимся.